Сегодня я хочу рассмотреть приложение, которое нам помогает из видео или из фото делать гифки. Это приложение позволяет нам делать обрезку видео, наносить текст, накладывать фильтры, а также делать гифки из фотографии. Это будут сменяющиеся фотографии и также можно наносить на них текст. Поскольку у меня Android, то я скачиваю это приложение с Google Play. У меня оно уже скачано и я его открываю. Сразу же открывается наша галерея, в которой мы можем вверху в меню выбрать, что мы хотим делать. Видео преобразовывать в гифку или фото. Давайте для начала возьмем видео. Я подготовила коротенькое видео, вот оно подгружается. И мы можем его обрезать вот этими ушками справа и слева. И вверху нам показывается, какой отрезок мы отрезали. И можем двигать само видео. Я, например, хочу отрезать здесь в самом конце. И на экранчике мы можем посмотреть, что мы оставили. Например, еще больше обрежу. Еще. Далее. Далее у нас здесь сейчас происходит загрузка этого кусочка. Дальше мы можем отрегулировать формат. Вот здесь есть значок обрезки. Мы можем выбрать квадрат, прямоугольник. Ну, тут здесь подобраны форматы для социальных сетей. Ну, в общем, выбираете здесь такой формат, который вам нужен. И я нажму обрезать. И смотрим, что получилось. Далее можем накладывать текст. Для текста у нас есть следующие инструменты. Можем выбирать его цвет. Дальше можем выбирать шрифт. Либо делать текст с обводкой. Вот, например, ширину обводки можем порегулировать. И можем делать текст на фоне. На каком-то фоне. И также регулировать прозрачность этого фона. Давайте посмотрим, что получилось. И уже когда мы этот текст отрегулировали, можем поставить его там, где нам нужно, на кадре. Такой простой пример я вам привела. Это, что касается видео. Нажимаем «Далее». И сразу же нам предлагается либо отправить в соцсети, либо сохранить. Здесь нажимаем на кнопочку «Еще». И он нам предлагает качество. Низкое качество просто будет мало места занимать. Среднее высокое качество будет больше места занимать. Нажмем «Высокое качество» и пошло сохранение. Что еще здесь? Вы видите, есть значок «Имк Плеев» в уголке видео. Чтобы его убрать, нужно купить программу. Программа стоит 55 гривен. Это меньше 2 долларов. Если вы очень часто делаете гифки, и вам нужно такое приложение, то, конечно же, можно и купить. Либо же просто будет логотип на этой картинке. Давайте зайдем в телефон, проверим, что у нас сохранилось. Итак, мы заходим в файлы нашего телефона. Теперь мы его уже ищем не в разделе «Видео», а в разделе «Изображение». Поскольку гиф – это формат для изображений. Вот наш файл. 7,8 мегабайт получился. Довольно большой, потому что мы выбрали большое качество. И смотрим. Вот такой получился гиф файлик, которым можно делиться в социальных сетях. Ну, конечно, вы тут уже выбираете, что вам подскажет ваша фантазия. И также эта программа предлагает нам запись нового видео. То есть вы можете делать запись непосредственно из этого приложения. Я хочу еще показать, как мы можем сделать гиф из фото. Для этого мы выбираем в меню «Фото в гиф». Выбираем нашу галерею. У меня тут есть подготовленные фотки. И «Сделать». Это будут просто меняющиеся фотки. Но, как видите, оно выглядит не очень красиво, потому что в фотографии разного размера есть обрезка здесь. Допустим, мы выберем квадрат. Обрежем, как бы нам хотелось. Но скажу вам сразу, что эта обрезка работает некорректно. То есть она первую картинку обрезала, а другие уже поправить нельзя. Тут нет возможности поправлять каждую картинку. Поэтому, для того, чтобы сделать гифку из фотографии, я сначала зайду в мое любимое приложение InShot, подготовлю картинки, сделаю из них квадратики. И потом буду загружать в это приложение для гифок. И так, я снова выбираю фото в гиф. Обновляю свою галерею. Выбираю вот эти уже подготовленные картинки квадратные. И нажимаю «Сделать». И вот у нас будет просто сменяющиеся кадры. Здесь есть внизу стрелочка. Она показывает направление движения слева направо. Можно сделать наоборот, справа налево. И можно сделать вперед-назад. Вот такое будет движение. Ну, давайте сделаем стандартно слева направо. Кроме того, я вам уже показывала, можно накладывать текст, если это необходимо. Можно накладывать фильтры. Здесь есть много бесплатных фильтров. Вот, смотрите. И много платных фильтров. Я оставлю без фильтров. Нажимаю «Далее». И снова стрелочку «Сохранить». Выбираем «Высокое качество». Идет сохранение. Сохранено. Давайте зайдем в файлы телефона. Посмотрим, что получилось. Заходим в «Изображение». И вот наше гиф-изображение. Просто сменяющиеся картинки. Вот таким образом, друзья, можно делать гифки из видео или фото. Если было полезно вам мое видео, буду рада вашим лайкам и комментариям. Также приглашаю подписаться на канал. И до новых встреч!